Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео посвящено теории. Сегодня будем говорить про куксы и токены. В частности, мы поговорим про типа аутентификации в современных приложениях. Итак, давайте посмотрим на то, как это раньше было. То есть у нас раньше были смешанные так называемые legacy, если хотите, приложения, когда ASP.NET, например, или ASP.NET MVC, или ASP.NET Webform, когда основной код был серверным, то есть написано C-Sharp или на Visual Basic, и какая-то часть страниц или все страницы использовали JavaScript, чтобы обратиться на сервер через AX-запросы. Тогда у нас все данные по аутентификации хранились в кукисах, и это было так. В последнее время, очень часто, ну как в последнее время, несколько лет уже появились одностраничные порталы, так называемые Single Page Application, и, в общем-то, там появился контент, статичный контент, который хранится на сервере, то есть, грубо говоря, там страница какая-то одна, и в ней какие-то JS-файлы, которые не меняются и никак не обрабатываются, кроме того, что запустилась система, и сами JS-файлы начинают уже генерировать контент, то есть, а логику реализована уже JS-скриптами. Запросы также были через AJAX к API, уже не к контроллерам, допустим, да, которые были там или в информах, да, а уже непосредственно к API, который был предназначен непосредственно для работы с UI-клиентом, то есть, SPA-приложением. Тогда уже можно было использовать и кукисы, и токены, но ничего не стоит на месте, собственно говоря, развиваются не только технологии, но и хакеры, и, собственно говоря, речь пойдет вот о чем. На момент использования кукисов есть такое понятие, как cross-site scripting, это когда внедренный в страницу JS-код вредоносный мог управлять, перехватывать управление, в частности, вашими страницами, вашими, вашим приложением. Но и защиты, которые предпринимались, они на самом деле были даже... То есть, меры предосторожности, они все равно не исключали в момент вмешательства, да, то есть, они все равно имели возможность пропустить какой-то код. Это HTTP-only кукисы, когда данные прописывались в хедер, но есть такое понятие content security policy, который запрещает запуск и использование скриптов, которые не принадлежат этому домену, то есть, когда они не принадлежат оригину. Не все сайты до сих пор используют эту защиту. Ну, например, GitHub используют или Яндекс.ру. В них, в принципе, когда вы откроете страницу, увидите, что это используется. Ну и второй вариант от TAC, это cross-site request for Jerry, когда можно было перехватить какие-то данные, например, те же самые кукисы, и можно было с другого сайта отправить этот самый запрос от имени вашего сайта, то есть, с конфиденциальной информацией, с данными креденшалами, взятых из вашего кукиса, просто подставив его и даже не зная при этом логины и пароли. Но из меры предосторожности тоже на самом деле были, и они на самом деле решали в некотором смысле проблему, например, antifoldery token authentication, когда, например, на форме, ну, ладно, чуть попозже расскажу. В общем, antifoldery token authentication, когда с сервера приходил токен, и в скрытом поле hidden fields была информация о, собственно говоря, вот этом antifoldery токене. И, в общем, сервер сверял их, и, собственно говоря, он тогда понимал, что это запрос правильного сервера, и на самом деле выдавал правильный ответ, то есть ответ на request. Ну, и, в общем, надо понять, что в этом случае, когда JS форм отправляла, JS, допустим, форм, JS URL отправляла на сервер данные, то есть через AJAX никаких проверок на antifoldery token, на подделку этих данных не было. То есть не то, чтобы не проверялся на подделку, просто нечего было передавать. Недавно появилось такое понятие, как same site, это cookies, это когда ограничение для сайтов, то есть принимались cookies только с этого оригинала, то есть с этого, собственно говоря, домена, другие, собственно говоря, откидывались. Ну, и, в общем, тогда вот cross-site request fogery появилась возможность безопасности на базе токенов. Что такое защита cross-site request fogery? Это когда, например, в MVC, в данном варианте я буду говорить про core. В общем-то, можно и нужно использовать antifoldery, это всего лишь навсего атрибут, в контроллере на методе validate antifoldery token, а на форме, с формой, которая отправляет какие-то данные, специальное скрытое поле, ну, и, в общем, это работает до сих пор и, собственно говоря, хорошо работает. Есть второй вариант защиты, который я упомянул, называется same site. Эта спецификация достаточно недавно появилась, она позволяет браузеру отправлять только те cookies, которые находятся, ну, которые в его доме не находятся, в его оригинале. Но надо понимать, что эта фича, так называемая, появилась совершенно недавно, не все браузеры еще и реализовали, вы можете проверить наличие возможности использования этого сайта на сайте caniuse.com, и здесь, собственно говоря, написано, какие браузеры, с какой версии уже поддерживают, или с какой начали поддерживать. В общем, это тоже такая не панацея, нужно следить за этим. Ну, и таким образом у нас нарисовалось некоторое количество проблем, которые, собственно говоря, выливаются в некоторые, даже серьезные, да, архитектурные провалы, когда невозможно, например, микросервисами, пачками микросервисов, да, авторизовать в одном месте пользователя и, в общем-то, расшарить эти самые cookies, эти same-сайты. Как вы понимаете, они все сводились к тому, чтобы same-сайт или HTTP only, они работали все вот для одного места, для одного браузера, вернее, для одного сайта с одним оригином. В микросервисной архитектуре это все ломается, потому что пользователь, заведя пароль один раз, должен ходить на все сайты, или на множество сайтов, да, если не на все. Ну и, в общем, собственно говоря, проблема вот перед вами на глазах, в смысле на экране. Same-сайт это новая функция, потому что много старых браузеров, они не поддерживаются, ну и опять же ограничения, что один сайт, один бэкэнд, один фронтэнд, то есть одни запросы. Опять же требуется наличие бэкэнда, чтобы проверять вот этот antifogery request. Также требуется наличие в одном и том же домине, то есть запрашивая приложение на приложение, куда запрашиваются, да, то есть домен-то домен, коммуникейшн, они ограничены. Ну и, в общем, все сводится к тому, что рано или поздно вы сделаете один бэкэнд для одного фронтэнда, то есть по большому счету разделение вот этого функционала бэкэнда и фронтэнда, они у вас ведутся к тому, что у вас просто будет больше кода, а профита или, так сказать, польз, да, если по-русски говорить, вы от этого вряд ли получите. Ну и, в общем-то, именно поэтому была придумана токен-бэйст-аутентификация, и, в общем, это следующий шаг, она шагнула вместе SOS 2.0 и OpenID Connect возможностями, ну и, в общем, давайте кратенько о ней поговорим. Итак, главным являются токены, которые передаются в формате GVT или JSON формате, JSON Web Token, если говорить точнее спецификации, обычно передаются в заголовки, то есть всегда, явно, конечно же, в зашифрованном виде, и, в общем, токены помогают решить архитектурные проблемы, вопрос, который возникает. В общем-то, суть сводится к тому, что эти токены могут использовать не только веб-приложения, не только браузерные приложения могут использовать, и, собственно говоря, они абсолютно не зависят от API, на которых эта валидация этих токенов происходит, вернее, валидация происходит на сервере авторизации, но эти вот бэкэнды, да, этой API, они могут доверять этому самому серверу авторизации и пользователю с этим токеном. То есть проверка проходит вне них, то есть поэтому она как бы не зависит. Но, опять же, не требуется менеджмент, да, управление кукисами, которые там обычно можно там добавить, удалить, в общем, все это сделано таким образом, что в памяти хранится, и кукисы являются таким неким хранилищем для полученных токенов, я бы сказал. Ну, если вы готовы поспорить, давайте. Ну, и, в общем, это позволяет делать, самое главное, cross-domain, так называемые запросы, когда у вас сервис один идет на другой сервис, и никаких нет проблем проверить валидность пользователя, то есть его идентификацию, на наличие доступа к этому, к сервису, в котором он, собственно, игре идет. Ну, и, как я сказал OpenID Connect и OS 2.0, они, собственно говоря, появились последовательно, сначала OS 2.0, потом появилась OpenID Connect, это надстройка на OS 2.0, и это у нас протоколы, которые используются для получения и использования токенов. Ну, прошу прощения за каламбур. Эти протоколы, эти мехметодики, да, позволяют аутентифицировать пользователя для приложения, например, ID токен, за это у нас отвечает OpenID Connect, и, собственно говоря, позволяет безопасно взаимодействовать с API пользователю с другими сервисами, с другими API, это для этого используется access токен. Ну, и, опять же, я сказал, что OpenID Connect является надстройкой на OS 2.0, потому что он дополняет введя, ну, дополняет OS 2.0, введя некоторые, так сказать, предопределенные правила, да, которые там позволяют пользователям аутентифицировать, проверять, и, в общем-то, этот вот ID токен, это ни больше ни меньше, как подтвержденная сервером авторизации данная пользователя, то есть она приходит на сервер авторизации, и пользовательское приложение может пользовательские данные показывать, хранить, в общем-то, отображать и управлять, если нужно. Ну, и давайте теперь посмотрим на Grand Types, которые есть в OS 2.0. Есть такое понятие Authorization Code, Implicit, Resource Opened Password Credential, Client Credential. Мы про них в некоторых видео предыдущих говорили. В общем-то, сводится все к тому, что Authorization Code это более современный подход, причем, если говорить про спецификацию, то Implicit он немножечко устарел. Более того, сейчас готовится документ, на утверждение которого, и этот Implicit подход будет деприкейтед. Вся разница в том, что если ресурс Owner и Password Credential, они используются больше таких для специфичных запросов, Client Credential используется обычно для Service-to-Service манипуляций, Implicit раньше использовался для SPA-приложений, и это объяснялось тем, что не требовался бэкэнд, так сказать. Authorization Code это там, где используется пользователь, то есть его данные дополнительные вводятся, то есть делается запрос на аутентификацию, пользователь редиректит на сервис авторизации, где он вводит свой реальный логин, пароль, сервер авторизации генерирует токен и передает его на запрашиваемый сервис, который запрашивают. Так вот, суть в том, что когда вы делаете авторизейшн код, то вы получаете некий токен, нет, вы получаете какой-то код, по которому вы некоторое время можете получать вот этот валидный токен, то есть реально данные перехватить не получается, не получится, потому что код проверяется в бэкэнде. Когда вы использовали, если бы вы использовали Implicit подход, то в ответ вам возвращается не код, по которому можно получить токен, а сам токен, собственно говоря, злоумышленники могут в браузерной хистери перехватить этот токен, запросить от вашего имени свой, ну в смысле этот код, запросить токен, ну и в общем получить доступ к вашей информации. В общем, на самом деле это достаточно серьезная проблема, она ставится широко, и поэтому, собственно говоря, вот давайте следующий слайд включу, на котором, в общем, я могу со всей ответственностью заявить, что этот Implicit подход устарел, потому что токен реально передается в query string, а это небезопасно, и для этого, для того, чтобы SPA клиента или JavaScript клиента авторизовать на сервере идентификации, используя код Flow, авторизейшн код Flow, вместе, так называемым PIXI, то есть Proof K для Code Exchange, то есть это специально такой сгенерированный клиентом непосредственно при работе браузера какой-то код, который складывается на сервере идентификации, и последующие токены выдаются именно на основании вот этого PIXI кода, и в общем, когда пользователь закрывает браузер, то PIXI код, соответственно, стирается, и никто уже, собственно говоря, его заново не сгенерирует такой же, и не получит, соответственно, токен, и даже не получит код для того, чтобы этот токен получить. Ну и на этом, наверное, все. Я думаю, в будущих видео я покажу использование этого PIXI. Ну, а чтобы эти видео не пропустить, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь с колокольчиком, как говорится, на канале, чтобы уже точно не пропустить. И, наверное, спасибо, и, наверное, до свидания. Наверное, все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok